Всем привет, привет! Как ваши дела? Сегодня мы с вами посмотрим расклад, который я назвала Ваши страхи и ожидания в отношении нового занятия, увлечения, хобби Иногда бывает так, что что-то хотим начать, но не совсем уверены, получится у нас это, нет Возможно, наоборот, присутствуют какие-то новые, не новые, а завышенные ожидания от чего-то И мы боимся разочароваться И это нас останавливает, то есть это вот главная причина Поэтому, чтобы, как говорится, подстраховаться, давайте мы посмотрим сегодня с вами ваши страхи и ожидания в отношении нового дела То есть это может быть дело, это может быть хобби, это может быть увлечение, что угодно это Так, позиции видите перед собой, тайм-коды есть, а мы с вами приступаем Позиция номер один Сначала посмотрим ваши ожидания, да, то есть чего вы ожидаете, а потом чего вы боитесь Так, загадывайте свое какое-то новое дело, да, то, что вы хотите Новое увлечение, хобби Что вы ожидаете от него Знаете, здесь четверка педакли говорит о том, что вы как будто бы вцепились и хотите удержать, да, то есть вы хотите удержать, чтобы вот это вот новое дело, оно было и финансово хорошо оплачивалось, что ли И, с другой стороны, чтобы оно было стабильным Вы Здесь на ожидание как будто вы выходит сразу страх в плане того, что я боюсь утратить Что возможно вам не нужно будет выходить из зоны комфорта, что все будет, что не нужно будет как-то меняться, что будет все в тех рамках в вашей жизни, да, обыденной, к которой вы привыкли И ничего не нужно будет менять Что возможно вам ничего не нужно будет делать дополнительно, а по аркану звезды вас приведут туда, куда нужно То есть вы как будто бы сами не будете прикладывать каких-то дел Здесь так интересно, я не хочу менять то, к чему я привык, то, что для меня важно, да, я хочу это удержать А с другой стороны, я хочу и двигаться в том направлении, да, и получить то, что я хочу Но при этом Как это сказать? Я хочу быть и там, и тут Да, тут, потому что я привык, но и там, потому что меня туда тянет Вот как-то так здесь идет Еще что вы ожидаете? Ну вы хотите какого-то нового опыта То, что будет наполнять вас эмоционально Ваше ожидание, что вот в этом новом опыте не будет так, как было ранее Что это не разобьет вам сердце Что вы сможете отпустить как-то прошлое, да, то есть вы не хотите, чтобы было так, как было уже когда-то Хочется здесь по-новому А по-новому это как? По-новому здесь хочется, чтобы была какая-то поддержка Поддержка духов, высших сил, не знаю, родственников, близких, возможно, какого-то учителя, наставника И по-новому, чтобы это было как-то, я не знаю, мудро Очень мудро Мудро и одновременно по шуту, да, чтобы это было легко Чтобы это было легко, чтобы не было каких-то ограничений, чтобы не было страхов Чтобы все, знаете, хочется сказать, разрешилось само собой Здесь интересный такой подход, да Когда я не хочу ничего в себе менять, но при этом я хочу, чтобы все новое было в моей жизни То есть как это можно притянуть, иметь то, что хочется, да, но при этом не отказываться от того, что я имею Вот как-то так Вот такие у вас здесь есть ожидания Насчет этого дела А какие страхи? Какие страхи у вас есть? Ах, страх по двойку кристаллов Страх, страхи, что возможно Не знаю, хочешь сказать, страх близости Страх близости, страх отношений, да, страх любви Страх нового какого-то начинания Страх перемены, дальнейшего движения Вот вы, вот я говорю, вы боитесь двигаться дальше Интересно, тогда я хочу это получить, но я не хочу двигаться Я боюсь оставить свою какую-то суету К чему я привык Я боюсь Я боюсь яркости, что ли Либо наоборот боюсь, что не смогу управлять своими инстинктами Что я собой как-то не совладею Что возможно я У меня не получится стать тем мастером Что я не достигну тех результатов, да, возможно Которых я хочу Здесь разные страхи Что я, возможно, снова получу тот опыт Когда это ранит мое сердце И мне захочется снова закрыться От людей И я не получу того, о чем я мечтаю Я не буду счастлив Страх не получить успех Страх, что у вас не реализуется ваше желание Что вы не сможете себя проявить Что не будет вот этого праздника жизни А почему вы это все боитесь? Сейчас спросить Король кубков Интересно Почему вы боитесь? Потому что есть король кубков Почему вы этого боитесь? Потому что вы боитесь выбрать любовь Здесь вы боитесь ошибиться Вот я говорю же, знаете, как интересно Я хочу нового, да Я хочу этой легкости Я хочу свободы Я хочу исцеления Возможно, исцеления своего сердца Неважно, какого дела это касается Эмоционального какого-то своего фона Но при этом я Мне нужны гарантии Вот так давайте скажу Потому что чужовка педагли говорит о том Что я не готов что-то менять Я не готов выходить из зоны своего комфорта Почему? Потому что Вот если бы были гарантии Я бы тогда сделал А тут как будто бы нет гарантии Вы боитесь выбрать Выбрать любовь И в конечном итоге Остаться В одиночке В одиночку Здесь такое чувство Что слишком велики ставки И Отсюда как раз выходит Вот эта большая Какая-то важность Значимость для вас Этого нового дела Получить то, что вы хотите И вы боитесь Что у вас не получится Что не выгорит И в конечном итоге Вы утратите и то Что имеете на данный момент Здесь вопрос риска Вот я хочу посмотреть А если вы рискнете Что получится? Как минимум вы станете сильнее Как минимум вы станете сильнее Но вы сможете внутри себя Прийти к примирению И стать императором То есть прийти К такому Знаете Вот Не знаю К более взрослой Что ли Позиции Более ответственной Мне кажется Что если вы рискнете Вы здесь ничего не потеряете А что вы потеряете? Вы наоборот Приобретете силу Вы будете более уверенным человеком Что вы потеряете? Страхи вы потеряете Страхи 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 И того, что Ну не получится новое начало Не получится новое начало Что вы утратите? Трансформацию То есть вы не получите Трансформацию Вы не придете К К какому-то балансу Вы не получите новый опыт Не знаю Здесь карты говорят о том Что нужно рискнуть Ну а Выбор уже за вами В принципе Теряйте Вы Не столь много Если Рискнете Наоборот Вы Больше выиграете Здесь об этом Хорошо Позиция номер 2 Красненький камешек Так Двоечки Смотрим Ваши ожидания От того, что вы здесь загадали Какое новое дело Ваше ожидание Ну то, что вы будете Как-то помогать людям Что вы будете Взаимодействовать Здесь с людьми Помогать нуждающим Здесь будет Движение В лучшую сторону Что Вот это дело Оно вас Наполнит эмоционально Вы будете Получать удовольствие Удовольствие Как-то так здесь Знаете Идеализация идет Что все будет В шоколаде Что все будет Очень хорошо Вам это будет Нравиться Что придет Завершение Вот этим Всем Неудачам Которые были До этого Что Какая-то тупиковая Ситуация Разрешится Что внутреннее Вот это вот Ощущение Того Что я не могу Дальше двигаться Что есть Какие-то обстоятельства Которые меня сдерживают Что они придут К концу Прямо здесь Какая-то такая Идеальное Идеальное Ожидание Хорошо А давайте Посмотрим Что же на самом деле А на самом деле Пятерка жезлов Да Это возможно Притирка Возможно Какой-то Может быть Мозговой штурм Да Отстаивание Конкуренция Отстаивание Каких-то Своих взглядов Да Конкуренция На самом деле Это ваши По семерке кубков Мечты О десятке кубков О наполненности О счастье То есть На самом деле Это Хочется сказать Это иллюзия Но приятные Приятные иллюзии Да Которые дают вам Вот это вот Чувство Что я способен Я могу Я конкурентно Способен Масло Масленица И сказала Слово Какое Можно было Сказать Что я На равных Могу Выступать И с другими Людьми Да И получать То что я хочу То есть Здесь Хорошая Хорошая Такая Красивая Сказка Вот Ну Хорошо А чего Вы боитесь Смотрели Ваши ожидания Чего вы боитесь Ну Аркан силы Вы боитесь Чего боитесь Своих страхов Да Что вы Не получите Королеву Пендакли То есть Если здесь Для кого-то Были Тема Касается Отношений Что возможно Вы не Не станете Вот такой Статный Статусный Королевой Пендакли Да Что возможно У вас не будет Стабильных Каких-то Отношений Если Это Тема Финансов То Здесь Страх Того Что Вам будет Не знаю Недостаточно Денег Может быть Недостаточно Денег Для того Чтобы открыть Какой-то Проект Либо В продаже Да То есть Не будут Клиенты Покупать То есть Не будет Денег Что Вся Ситуация Будет Разворачиваться Очень Долго Очень Медленно Что Быстро Не получится Войти Во что-то Новое Очень Много Очень Много Каких-то Переживаний Гореваний Разбитого Сердца Да Такое Какое У вас Было В прошлом Вы Как будто Вы Проецируете Свои Неудачи Из Прошлого На На Новое Свое Какое-то Увлечение Либо Занятие Не делайте Это То есть Страхи У вас С этим Связаны У вас Уже Был Такой Опыт Либо Такие Такой Опыт Во множественном Числе И вот Вы Как будто Проецируете На На Новое Ну Вы Боитесь Что Не будет Легко Что Не будет Легко Что Для кого-то Возможно Здесь Дистанция Какая-то Будет Да Если Это Касается Человека Либо Наоборот Что Нужно Будет Как-то Подходить Более Серьезно К Ситуации Что Не будет Вот Этой Легкости От Которая Была Ранее Я Могу Предположить Что Ваши Страхи Они Связаны Просто Как я Сказала Ранее С Прошлым Опытом Что Вам Нужно Сделать Что Вам Нужно Сделать Ну Выйти Из Состояния Повешенного И Начать Действовать По Колесу Фортуны Да При этом Продумать Быть Более Такой Знаете Проницательный Да Просчитать Все Хочется Сказать Ходы Выходы И Просто Двигаться Вперед Идти К Переменам В Комфортном Для вас Режиме Не Закрываться Сделать Здесь Вам Нужно Сделать Выбор И Двинуться Вперед Я не знаю Куда Именно Да Но Вот Смотрите Здесь У вас Изначально Какие-то Завышенные Ожидания Не Совсем Реалистичные Фантастические Для того Что Будет Все Хорошо Люди Будут Приходить Я Смогу Им Помогать Возможно Будет Какая-то Переписка Там Не знаю Если Это Касается Услуг Что Вот Все Будут Довольны Я Буду Доволен Довольно Клиенты Будут Довольны И Все Будет Хорошо Ну То Изначально Такой Подход Нереалистичный И Конечно Он Приведет Вас К Аналогичному Опыту Который Был У В Прошлом Здесь По-другому Нужно Просто Подойти К Теме И Хочется Сказать Что Все Получится Более Прагматично Надо Подходить К Ситуации Данной И Пойти В Это Новое Ну И Получится Тогда Разочароваться Не Надо Будет Так Переходим К позиции Номер Три Зелененькому Камешку Троечке Смотрим 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 Ваши Страхи И Ожидания Сначала Посмотрим Ожидания В отношении Нового Увлечения Занятия То есть Чего Вы Ожидаете Что Вы Ожидаете Восьмерка Мечей Такая Интересная Карта Ожидаете Что Изначально Что Вы Как будто Вы Связаны По рукам По ногам И Будете Зависимы От Кого То Возможно От Каких-то Партнеров Либо От Друзей Либо От Людей То есть От Какого-то Круга Людей Что Самостоятельно У вас Здесь Как будто Бы Не Получится Почему Вы Считаете Что Вы Будете Зависимы От То Есть Зависимость От Других Людей Хорошо И Помимо Вот Ожидания Того Что Вы Будете Связаны По Рукам По Ногам В этом деле Что Еще У Вас Есть Какие ожидания Королева Пендакли Ну Что Здесь Финансовая Составляющая Возможно Либо Какой-то Ваш Статус Он Изменится Здесь Знаете У вас Ожидание Того Что Вот Вы Как-то Вы Свободитесь Что Будет Здесь Освобождение То Есть Разрешение Возможно Какой-то Ситуации Не Знаем По Крайней Мере Вы Этого Хотите Но Вот Это Освобождение Оно Как Буду Как Побег То Вы Ожидаете Что Если Вы Уйдете От Чего-то Либо Откуда Вот Только В таком Случа Вы Будете Свободны А как На самом Деле Так На самом Деле Вы Пока Переживаете Волнуетесь Вот Вы Как Буду Знаете Уперлись Вы Уперлись В стенку По Причине Того Что Вы Как То Не Смотрите На Ситуацию В Нужном Ключе В Нужном Русле Вы Как То Настаиваете Знаете Как Маленький Капризный Ребенок На Своем То есть Вы Ведете Себя Хочется Сказать Не Совсем Адекватно По По Детски То Я Это Хочу Получить Либо Я Так Считаю Так Оно И Есть Но На Самом Деле Вот То Как Вы Видите Сейчас Эту Ситуацию Она Не Туда Смотрите Не Туда Смотрите А Куда Нужно А Нужно Думать Скорее Либо Смотреть О То Как Можно Использовать Уже Имеющийся Опыт Либо Ваш Либо Каких-то Других Людей Которые Достигли Того Что Вы Хотите И И Использовать Реализовывать Его То Здесь Кому Не Нужно Придумать Что То Новое А Нужно Брать То Что Уже Есть И На Основе Этого Как-то Хочется От Этого Плясать Поверить Главное Здесь Главное Поверить Вот В Эту Идею Что Либо В То Дело Которое Вы Хотите Сделать И Реализовать Его Почему Вы Не Верите Ну Потому Что Страшно Страшно Но Вы Как-то Закрываетесь Вы Себя Не Проявляете Вы Себя Не Показываете Вы Вот В То Что Вы Верите Это Немножечко Утопия Здесь Вот Какие-то У вас Есть Убеждения Я Не Знаю Такое Ощущение Что Что Есть Убеждения По Поводу Того Что Если Нет Связи Я Не Могу Ничего Добиться Что Чистым Настоящим Правильным Путем Не Получается Что Везде Есть Какой-то Подвох Что Везде Надо Как-то Иметь Какой-то Блат Надо Иметь Там Не Знаю Взятки Возможно Кому-то Давать То Как-то Правильным Путем Как будто Не Получается Здесь Какие-то Такие Убеждения Есть И Почему-то Здесь Все Задел Как-то На Деньгах Что Десятка Монет Что Семерка Монет Рыцарь Пендакли Все Как-то На Деньгах Клеитесь Циклитесь Вы Как-будто Изначально Своими Собственными Убеждениями Ставите Установку На То Что Не Получится Вот Это Сразу Сразу Говорим То Есть Вы Как-будто Еще И Ограничиваете Достижение Того Что Вы Хотите Вы Говорите Либо Так Либо Вообще Никак По Другому Я Как-будто Бо И Не Верю Почему Потому Что Ну Вот Только Так Допустим Там Миром Правят Деньги Все Либо Связи Либо Еще Что Все Другого Нет И Вы Как будто Вы Это Исключаете Но Вы Это Исключаете Вы Получаете Подтверждение Тому Во Что Вы Верите Здесь Вам Нужно Говорят О том Что Надо Не То Чтобы Надо Верить Другому Вообще Не Надо Думать О О Том Как-то Вот Об Этих Убеждениях Надо Как-то Меньше Разводить Демагогию Больше Действовать Хочется Так Сказать Ваши Страхи Ваши Страхи Вы Смотрели Чего Вы Там Ожидаете Ваши Страхи Вы Как будто Вы Знаете Не можете Расслабиться Потому Что Есть Ощущение Что За Вами Все Время Кто-то Наблюдает Кто-то Смотрит Либо За Вами Кто-то Есть И Поэтому Я Не Могу Расслабиться Может Семья Может Есть Люди Которые За Вами Наблюдают Либо Есть Подопечные Которые За Вами Идут Такое Ощущение Что Я Либо Я Не Смогу Расслабиться Такое желание у вас все время убежать, то есть оставьте меня в покое, я хочу расслабиться, я как будто бы устала от всего того, что стоит за моей спиной, и поэтому я не иду в это новое, потому что мне не хватает ресурсов, я устала от напряжения, хочется сбросить это напряжение. Это напряжение связано с пятеркой кубков, с каким-то разочарованием по поводу утраты, вот вы как будто бы себя наказываете за то, что когда-то что-то пошло не так, да, и из-за вас как-то так, по вашей причине, что ли, по вашей вине что-то пошло не так, и вы утратили, вы здесь себя наказываете за это, что вы как будто бы виноваты, что вот не получилось так, как нужно, и вы вот этих вот этой чувства вины боитесь. здесь страх боли. Такое ощущение, что вот от вас очень многого требуют, либо от вас очень много ждут, и вот этого вы боитесь. не знаю, может быть, долгое время так оно и было на самом деле, и вы боитесь, что в новом деле тоже будет какая-то ответственность. Я не могу сказать, что вы боитесь ответственности как человек, вы боитесь как-то, знаете, перекладывания на вас какой-то лишней ответственности, не вашей. что еще вы тут боитесь? Вот высшего суда боитесь. Вы боитесь, что придется разрушить то, что вот вы очень долгое время строили, то, во что вы вкладывались, что это снова придется разрушить, и придется начать с самого начала. такое ощущение, что вот вы боитесь себя разрушить. Страх того, что вы никогда больше не получите удовольствия, что не будет вот этой вот легкости, что вы не сможете достигнуть своего желания. Вот от вас все время как будто бы что-то требует. Не будет вот какой-то такой, знаете, энергии беззаботности, что ли, бесшабашности, что вот вы себе в этом деле, я не знаю, что это за дело, может быть, какой-то пост, что ли, где там вот нужно быть каким-то серьезным человеком, что вы вот это вот все утратите. у меня такой вопрос возникает, а стоит ли вообще туда как-то идти? Да, туз монет говорит, да, и туз жезлов тоже говорит, да, вы об этом просили, вы это хотели, вам это дается, тогда в чем проблема? Интересный вообще момент, такие люди интересные, да, я это хочу, но я как будто бы не могу это выбрать. То есть, знаете, когда мы просим, просим что-то, а потом нам дают, и мы в шоке, не поверили, что нам это дали, и теперь я не знаю, что мне делать, я вроде бы и хочу, с другой стороны, и не хочу, и отказаться не могу, и взять не могу, вот я на таком распуте, и возникает желание вообще убежать, вот я поэтому и сказала, здесь по шестерке мечей, и хочу убежать от этого выбора. Почему? Что здесь не так? Вот, что здесь не так? Если это касается отношений, то здесь вы как будто бы боитесь любви, вот король копков и двойка копков, боитесь войти, знаете, в парность, боитесь, что как-то себе что-то придумывали, что здесь могут быть какие-то иллюзии, что что-то я не вижу в человеке, что я очаровываюсь. Если это вообще касается, ну, я не знаю, может быть, какого-то хобби, увлечения, то здесь такое ощущение, что вы как будто бы боитесь ошибиться, вы боитесь отдаться этому делу полностью. Почему? Почему, почему двойка мечей? Да, потому что вас все время как-то колбасит. Да, утром я вижу одно, а вечером я вижу другое. То есть, утром я это хочу, а вечером я это не хочу. Нету, вот, я не знаю почему, но мне показывают все время, что вы как будто бы не свободны. Не знаю, то ли в душе своей не свободны, то ли есть что-то, что не позволяет вам, что вас что-то сдерживает. Так, интересный момент, но не тема этого расклада, да, но здесь есть что-то, что не дает вам двигаться, двигаться к тому, что вы хотите. Так, это была третья позиция, напишите мне, что здесь вы загадали. Вот. На этом все. Хочу пожелать вам всего самого наилучшего, хорошего настроения и до новых раскладов. Всем пока-пока.